Всем привет! Сегодня у нас на обзоре ноутбук Fujitsu Livebook AH502. Это собственно ноутбук AH. Так друзья, далее продолжаем установку. Вот у нас загрузилась слэшки установка. Выбираем далее установить. Сейчас нас попросят ключ, провести. Ключ сразу скажу, буду вводить какой-нибудь из поиска, а потом уже буду активировать, как я покажу специальным средством. Может быть этот ключ конечно не подойдет, но сейчас посмотрим. Ну-ка, сейчас посмотрим, подойдет. Ощущение, что подошел. Ну же, давай. Так. Так, блин, ну. Так, друзья, ключ вот такой ввожу. Сразу говорю, что ключ я ввожу из интернета любой, а потом активировать буду другим способом. Посмотрим, подойдет ли. Так, ключ ввожу уже проверенный временем. Конечно, активировать и так далее буду другим способом. Покажу. Ну, а сейчас ввожу. Далее. И, собственно, начинается установка. Так, понимаю лицензионные условия. Нажимаю «Далее». Так. Далее, что я собираюсь делать? Удалять все разделы и создавать опять два раздела одинаковых, то есть 150 и 150 гигабайт. Так, не форматировать, а удалить. 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 Ну, и так далее. Удалить. 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 Ну, вот, собственно, создать. Здесь 150 гигабайт. 150... Раз, два, три. Применяю. Ну а в самом Windows уже создам второй раздел А пока вот в этом созданном нажимаю далее И сюда собственно устанавливаем Ну вот далее уже стандартно, да, все это будет установка и так далее Подготовка файлов, установка компонентов Тут все скучно, поэтому на следующем и шаге я покажу вам что Ну что ж, продолжаем установку Приключаемся на русский язык Пишем, ну какое-нибудь название для компьютера Так, нажимаем Enter или далее Ну, подключимся к Wi-Fi сети нашей Постой пока на пол Так, ключ ввожу уже проверенный временем Конечно активировать и так далее буду другим способом, покажу Ну а сейчас ввожу Далее И собственно начинается установка Так, понимаю лицензионные условия Нажимаю далее Так, далее что я собираюсь делать Удалять все разделы И создавать опять два раздела одинаковых То есть 150 и 150 гигабайт Так, не форматировать, а удалить 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 Ну и так далее Удалить Удалить Ну вот собственно создать Здесь 150 гигабайт 150 раз, два, три Применяю Ну а в самом Windows уже Значит создам второй раздел А пока вот в этом созданном Нажимаю далее И сюда собственно устанавливаю Ну вот далее Уже стандартно Да, все это будет установка И так далее Подготовка файлов Установка компонентов Все скучно Поэтому на следующем шаге Я покажу вам что Ну что ж Продолжаем установку Приключаемся на русский язык Пишем Ну какое-нибудь название Для компьютера Так Нажимаем Enter Или далее Ну Подключимся к Wi-Fi сети нашей Постой пока на пол Далее используем стандартные параметры Вход без учетной записи И локальная учетная запись Далее Ну назовем ПК Как-нибудь Нажимаем Учетную запись точнее Нажимаем далее Сейчас немного подождем И сразу же будем установить Windows 10 Что ж Становился Windows 8 Ну и сразу же заходим В браузер Что-то он не хочет нажиматься Все повисло Что красота Повисануло немного О Наконец-то открывается браузер Так Загрузился браузер Вводим в поисковик Windows 10 Для людей с ограниченными возможностями Нажимаем Поиск в интернете Вот Собственно И сразу же Сейчас скачаем И приступим К установке Так Здесь ниже Должна быть ссылочка Где-то Ага Ну-ка может Вот это О Нажимаем Обновить Сейчас Выполнить Ну и приступаем Смотрите Microsoft браузер Скачивает с сайта Microsoft И Выполняет проверку Безопасность Ну что ж Это тоже неплохо Ну и понеслась И посмотрим Сейчас Значит Подойдет ли Ну то есть По характеристикам Наш ноутбук К требованиям Windows 10 Так Смотрим Окройный час Сейчас Дышать паузу Так Принимаем условия И смотрим Подходит ли Наш ноутбук Так Активировать О И вот тут Нам на помощь Приходит Наш активатор У меня на сайте Есть KMS Активатор И собственно Что для него Требуется Просто скачать У меня на сайте Есть Называется Руль как активировать Windows Просто скачивайте файл Вот он у меня На этом же Значит На этой же флешечке Вот KMS Auto Запускаем его И активируем Так Выбираем активацию Сейчас чуть Подгружается Активация И Активировать Windows Вот сейчас Смотрите Внизу Будет сообщение О том Что Спускаем службу Активация продуктов Windows Сейчас надо будет Подтвердить Вот Продолжить И вот Активация И Все Успешно Тут соглашаемся Закрываем Наш Активайтер И Собственно Еще раз Возвращаемся К обновлению До Windows 10 Вот у нас Здесь спрятался Этот Ирлычок Попробуем Еще раз Видите Активация Прошла И все Можем далее Ну вот собственно Идет загрузка И Собственно На следующем шаге Я вам расскажу Что будет дальше Ну что же Ноутбук Перезагрузился И вот уже Работа с обновлениями Не выключаем компьютер Хотя он уже Перезагружался Несколько раз Сейчас кстати Тоже уже Наверное Уже 98% Будет еще раз Перезагружаться Ну что же Собственно Далее Нас приветствуют Добро пожаловать В Windows Нажимаем Нажимаем Далее Сейчас естественно Будет подключение К сети Здесь Отключаем Местоположение И все 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 Отключаем Потому что Это Windows 10 Ёлки-палки Это не шутка Это все Обновление До последней версии Windows 10 Мы благодарим Наших тоже Друзей Пытаемся Нажать на Пуск И Он срабатывает И мы Собственно Радуемся Быстродействие Конечно Проверять Тут Ну вы знаете Тут Немного убитый Жесткий диск Да 2.5 дюймов 5200 оборотов И Конечно В общем-то Производительность Была Какой Windows 8 Или Windows 9 Windows 29 И Windows 8.1 Такое же В общем-то И осталось Единственное Что стало Немного Конечно Порезче Потому что Все-таки Windows 10 Это последняя Операционка И тут Последние Там Драйвера И так далее Последние Значит Потуги Microsoft Да Сделать Нормальную Операционную Систему Вот Ну Собственно Вот Еще немного Потестирую И Сделаю Еще вам Вердикт Что же Я скачал Обновление В центре Обновления Да Кстати Как его найти Надо Написать В поиске Обновления Вот Центр Обновления В Windows Заходите И собственно Вот Нажимаете Проверка И они Автоматически Будут скачиваться И сами Устанавливаться То есть Нет кнопки Как Windows 8.81 Установка Обновлений И вы Знаете Ноутбук Ожил Стал Поживее Порезвее И вообще Действительно Меня лично Поражает Качество Немцев Да Вот Именно Немецкого Ноутбука Потому что Действительно Даже Качество Пластика Качество Винтов Как я Говорил Качество Даже Самой Системы Охлаждения Легко Снимается Легко Чистится И так Дальше Там Подобное Все Очень Добротно Качественно Сделано Ну и просто Мы делаем Обновления И наш Ноутбук Конечно Не Не прям Отлично Работает Потому что Жесткий диск Как я уже говорил Помните Уже Ну Совсем Не новый Да К сожалению Но В целом Работа Причем Здесь Celeron Как вы помните 1.8 Давайте Посмотрим Сейчас Какой здесь Процессор Celeron Стоит Да И собственно Здесь Еще Всего Лишь 2 Гига Оператива Заходим Компьютер Блин Вот Здесь Мой Компьютер Вот Раньше Здесь Был Ох Вот На рабочем Столе Нет Моего Компьютера Ну Елки Палки Сейчас Конечно Найдем Но Прячут Все Дальше И дальше Нажимаем Свойства И собственно Видим Что Здесь Celeron CPU 1000 М1.8 Я такой Процессор Первый раз Слышу И всего лишь 2 гига Оператива То есть Из этой Зато хоть DDR3 Тут стоит Естественно Еще Видеокарта Отъедает Чуть Чуть Себе Но В целом Все Хорошо Значит Все Неплохо И Действительно Работа В общем-то Ну Неплохо На Четверочку С минуса Можно так сказать Вот Так что Друзья Мои Вот такая Вот То есть Может ли Windows 10 Работать Но На данном Ноутбуке Четырехлетней Давности Вопрос Ответ Да Может Не совсем Идеально Но Неплохо Вот так Всего доброго До свидания